Китайский технический вуз Студенты долго готовились к этой встрече. Для участия в проекте отбирали лучших из лучших. Искали ярких, активных, талантливых, но учитывалась и успеваемость, рассказывает участник программы Лейла Качаева. Лейла училась в Санкт-Петербурге и по межвузовской программе получила грант на обучение в магистратуре Харбинского политехнического университета. Я сейчас учусь и проживаю в Харбине, уже второй год на магистратуре. Я попала в эту программу, потому что я активно участвовала в мероприятиях нашего университета, Харбинского политехнического университета. Обычно я танцую. И сейчас я приехала тоже, у меня исполняют различные танцы, русские народные, китайские народные. Организаторы и участники в один голос говорят. Суть проекта – взаимное общение студентов из разных государств. Главная цель – объединение двух культур. Я помню чудное угновение. Передо мной явилась ты. Как непонятные идеи. Как ей чистой красоты. Студент Харбинского политехнического университета Лянбо учит русский язык уже три года и просит называть его Олегом. Он читает наизусть Пушкина, мечтает купить себе бас-гитару и остаться учиться в России. Когда я учился в школе, я очень интересовался в русской культуре. И после школы, когда я вступил в университет, я выбрал русский язык как специальность. И когда в школе я прочитал роман «Молодая гвардия», я выбрал свое русское имя Олег. И сейчас я на четвертом курсе. И скоро я буду писать диплом. Я хочу писать Клава Деева. Неизвестное и незнакомое притягивает. На концерте китайской делегации зал был полон. Среди зрителей были и просто любопытные, и те, кто изучает китайскую культуру уже давно. Студенты факультета международных отношений. Дмитрий Плеханов учит китайский три года и смотрит на происходящие глазами специалиста. Мой интерес к китайской культуре начался с изучения китайских хирурграфов. Мне очень хотелось понять культуру Востока. И для меня был вызов улучшить китайский хирурграф. В Китае проживает более 50 народов, поэтому каждый танец связан с культурой данных народов. Например, мы сегодня видели танец из провинции Синьцзян. Очень красивый. Опять же, там какие-то нотки кочевников видны. Уже на следующий день китайская делегация отправляется дальше по маршруту. Но рельсы поезда дружбы не заканчиваются в Санкт-Петербурге. И уже в следующем году делегация российских студентов поедет в Китай с ответным визитом.